Субтитры делал DimaTorzok У нас тем временем, в общем-то, последняя сюжетная часть, в ней мы доиграем, как бы, скажем так, за кошку, плюс также найдем всех этих политических заключенных, которые у нас на Бэтмене, соответственно. И, в общем-то, такие вот дела у нас на эту часть, после чего ждите от меня Ридлера, соответственно, как вы понимаете. Сейчас мы тут должны к себе в квартирку зайти. Субтитры делал DimaTorzok Ну и, в общем-то, как всегда. Субтитры делал DimaTorzok Окей. И надо нам сейчас идти в музей за двуликим. В общем-то, он же у нас здесь и будет боссом, как раз, за кошку. Как бы такое, но... После боссии, после этого, после этого самого Глиноликова. Это, конечно, они очень неудобно сделали за кошку. То есть, тут все это поднимание. Хотя, конечно, понятно, что у него тоже плаща не может быть, как у Бэтмена, например. Но, как-то все равно, не знаю, не очень удобно. И дальше, соответственно, что ждите от меня вообще дальше по Бэтмена. Дальше, логично, ждите от меня этих самых... Этих Ридлеров. Разгадка загадочника. То есть, мы тут все будем связанное с ним искать. А после этого, скорее всего, у нас начнется режим новой игры Плюс. Потом мы там тоже, да, поймаем Ридлера. И дальше у нас будет уже... Этот самый, ну, режим... Этот самый... Этот, как сказать, месть загадочника. Вот. Потом DLC, которое у нас тут одно в целом. Это, в общем-то, месть Харли Квинн. На этом все. Как я уже говорил, вообще это в титрах к прошлой части. Если вы помните, какой у нас, как бы, план на эту... На эту игру. Также, да, трофей за кошку мы еще тоже будем искать. В общем-то, мне тоже это не забыть. И сделать. Тут я что-то решил в них, как-то, для шипами пульнуться. Хорошо-то, да, получилось. Я надеюсь, тут у вас этих бронированных нету, товарищей. Так, пришел тут этот комбо-гнут сделать, чтобы это самое, ну, не сбивалось. Не сбивалось комбо-гнут в целом. И вот так вот. В общем-то, особо, опять же, говорю, что ничего сложного нету в битвах. Сложно будет тут с этим, с двуликим, уже биться. Потому что там такая довольно хитрая тактика нужна с ним. Потому что, если вы хотите, опять же, без урона его пройти. Так что, вот такие вот дела. Сейчас очень долгая будет битва. Очень долгая. Еще с щитами, как видите. Товарищи у нас... Есть. За женщину-кошку очень часто вообще советую использовать это добивание, которое на Е. Вот так, в общем-то, оно выглядит. Особенно здесь, потому что их здесь, как видите, реально очень много. Так будет как-то, ну, попроще они, в общем-то, и побыстрее будут убиваться у вас. Соответственно, так же можно сделать, если, да, со щитовиком вот этим вот. То есть она не может ломать им щиты, но при этом она может их им выбивать, щитовикам. Как-как не попал-то, а, дружище? Еще одно добивание. Тут очень большое комбо у меня получилось, где-то там под 100, примерно. Убивание. Ну, это контур-удар. Еще одно мы щит ломаем. И все. 105 комбо. Офигеть. По-моему, мой злобат, мы даже только не убивали. По комбо. Я, конечно, не знаю, уже не помню. По-моему, по-моему, да, он меня как-то, за него было поменьше даже. Бомба. Слегка, конечно, поменьше, но все равно. Так, сейчас нам надо тут вниз слезать. Да, сюда вот. И скоро у нас будет уже двуленький босс. Ну, в смысле, как скоро. У нас тут будет сейчас еще одна битва. Такая-то, рукопашная. Дальше у нас уже двулики. Получается. Но, опять же, говорю, что особо ничего сложного, опять же, в двуликом нету. То есть, это... Как бы такой босс. Да, даже, по сути, на НГ-плюсе. То есть, он вообще мало чем меняется. В НГ-плюсе, соответственно. Реально, самые сложные боссы, это... Ну, на НГ-плюсе, да, я логично имею в виду. Это этот, Сламон Гранди и Глинноликий. Вот это два самых таких хардовых босса. Лично, как мне кажется. Потому что, просто, у них нету сейва, соответственно. А у всех остальных сейвы есть. То есть, это у Рассаль Гуула есть сейв. Ну, у Мистера Фриза его и так нету, по идее, сейва. Вот, а у Глинноликова и у Соломона Гранди, они, конечно, так очень сильно их захардкорили, надо сказать. Вот этим вот отсутствием сейва на НГ-плюсе. Это, конечно, круто. Но, жалко, что, конечно, как не знаю, два босса, два босса так хардкорить на НГ-плюсе. Это как-то маловато, по-моему. Немножко. Так, что у меня тут новая? А вот, решающий удар с крюком. Так, у тебя броня, значит, да? А нет, Бола. И, ну да, и бронь. Да, бронь я, скорее всего, буду качать. То есть, мы ее подкачаем, когда у нас будут эти новые уровни. Просто, чтобы оно не бесило, знаете. Потому что я как-то не очень люблю, когда нажимаешь на паузу, и у тебя вылетает это самое... Это меню, как бы, с этим с улучшением. А от этого, по идее, никак не отвертеться. То есть, его только если вкачивать, и все. Поэтому мы, соответственно, да, мы ее, соответственно, прокачаем, но при этом, как бы, это не отменяет того факта, что без урона будем игру проходить. Чтобы вы понимали. То есть, ну, вы, по идее, все видеть будете. Как бы, если я там где-то урон получу, то это, соответственно, на броне отобразится. Так или иначе. Мы — это будущая Аркама. Мы — это будущая Гатха! Ни — это будущая Гатха! Просто... Это самое... Бьюти, вы делаете отскок, а дальше опять бьюти, вы делаете еще один отскок. Так, в общем-то, пока он, соответственно, не умрет. Так, ага. Ты идешь у нас налево. Молодец. Ты просто отличнейший. И остается у нас только последний. Он у нас рядом с Гуликим. И на него, на самом деле, надо делать этот решающий удар, этот, ну, который, этот, аутирующий. То есть, мы сейчас ждем, когда Двуликий отвернется у нас. Как-то, примерно, вот так вот. Сейчас его решающий удар и накрутируем сразу. После чего делаем Двуликом вот так, через него, что-то перелетаем. Дальше мы его вот так бьем. Дальше делаем отскок. Бьем. Делаем отскок, бьем. Делаем отскок, бьем. И так еще вот несколько раз. То есть, ну, вот еще один. И все на этом. Делаем отскок, бьем. Извините, Харв. Это действительно не твоя ночь, да? Теперь скажи, где ты убил все остальное, или я буду отвергать на другой стороне твоего лица. Я только взял половину. Все остальное я оставил. Я победу, бьем! Двух, с двумя уже. Двух, с двумя уже. Просто не могла оставаться, да? Не могу сказать, что я тебя обрабатываю. Есть еще работа, что делать здесь, в Аркем-сити. Добро пожаловать с этим. Некоторые вредные человеки решили, чтобы помогать мне с моими вещами. Я желаю вернуть все обратно. Ну и, в общем-то, сейчас мы будем искать этих самых заключенных политических. Осталось их совсем немного. Где-то, не знаю, 6 или 5, примерно так, до конца. Плюс также я еще решил это, слетать к Фризу, в то место, где моего, эту жену, спасли. И, соответственно, ему об этом тоже доложили. Так что, в общем-то, все мы, в общем-то, узнаем, все мы, в общем-то, услышим. Так, вот у нас первый. В общем-то, этот политический. Они вообще, вот именно вот так вот вообще в основном ищутся. То есть их как-то особо с ними карт я даже никогда не находил. Именно вот с политическими заключенными. И поэтому, как бы, карты я, по сути, вам посоветовать не могу никакой. То есть вы вот так просто вот летаете по городу и смотрите вот так вот вниз. То есть, если кто есть, внизу там, если кто-то там разговаривает. Еще, да, еще ищите такие две голубые точки. Вот это вот в вашем режиме детектива. Потому что, по идее, две точки, это значит, что, как бы, ну, этот, есть этот самый бандит, соответственно, назовем его так, и политический заключенный. Потому что вот эти вот все нападения, они, соответственно, без оружия. И нету, как бы, таких точек, которые, как бы, ну, не знаю, вот эти вот оранжевые. А если вы забыли, то оранжевые, это как раз враги с этим, ну, с оружием, по сути. Поэтому, как бы, так как таких вообще нападений в архами нету, то советую вам вот, вот по такому, в общем-то, принципу их искать в политических заключенных. То есть, искать именно две синие точки. И вот, ну, эти все, в смысле, не синие, а такие вот глупые. То есть, ну, вот такие вот, видите, да, вот сейчас у меня, как бандит, подсвечиваются. Вот они примерно должны быть такие. Так, так, мы тебя сейчас добьем, товарищ. Так, мы еще тебя сейчас добьем. И сейчас мы поговорим тут с Фризом. Он нас поблагодарит за то, что мы нашли его жену. Я сказал, что я собираюсь найти ее. Спасибо, Батман. Я извиняюсь, что я не ошибаюсь. Просто уберите ее, и уходите эту жизнь. Вы лучше всего этого. Она не красивая, как флова, в течение времени. Спасибо за это. Я даю тебе границу, Атман. Спасибо за это. Ну всё, начинает повторяться уже. Ладно. В общем-то, полетели дальше искать заключённых, что ли. Сейчас у нас тут уже на выходе будет. Насколько я так помню. Ага. Ага, вот здесь вот понятно. Ну, здесь то есть, да, вот такие вот две голубые точки. Это значит, что есть этот самый... Так сказать, этот заключённый и политический заключённый. Это у нас же, значит, уже второй получается. Так, ну это я всё ещё прокачаю, я вам говорю, то есть как-то в скором времени. Ну, скорее всего, этих загадок Фридлера, если я об этом не забуду. Мы это прокачаем с вами, логично. Потому что, как бы, урон, он... Как бы, ну, я вообще считаю бредом, если это, как бы, сделано... Ну, хотя, по сути, да, это и правильно, чтобы когда у тебя новый уровень, у тебя вылетала эта менюшка с прокачкой. Но это как-то всё равно неудобно, по-моему. А, и поэтому как-то урон, он... Он, по идее, он везде урон. Вы, наверное, я надеюсь, что понимаете. И как бы, то есть я, соответственно, себе урон тогда по броне, опять же, запрещаю получать какой-либо. Так что, в общем-то, такие вот дела. И сейчас... Тут я решил так полетать на этом, на торсамюте нашем. Вот так, почему бы, нет. Так, сюда. И сейчас мы обратно полетим в этот самый, в Боларе. Значит, это у нас тот, где был... Ну, этот в музее, соответственно, через парк аттракционов. Так, мы сейчас ещё одного найдём политического заключённого. В общем-то, где-то в этом... На парковой улице. На парковой улице мы его найдём. В общем-то, вот где-то сейчас вот примерно мы его... У нас будет, вот, пропить будет. Это у нас же, получается, значит, третий, да? Ну, вот, видишь, то есть, да, опять же... Ещё вот так вот я их сразу уже вижу. Ещё один. Хорошо. Чё у нас там? Так. 76 уже процентов. Это уже у нас, значит, третий, да, получается? Запричённый этот. По-моему, по-моему, да, их тут 6. Ещё надо будет найти. То есть, ну, вот этих вот, соответственно, тоже дочитаем. То есть, получается, ещё нам надо найти их 3. И всё. На этом. Я не знаю, что я не вижу. Здесь. Ну, и так, в общем-то, я вас поздравляю с тем, что... Ну, что вы наблюдаете такое мое прохождение. Я не знаю, что... Как бы не каждый... Не каждый, я вас уверяю, сможет так пройти. Игрок. хорошо то и спасибо вам соответственно за то что были все это время со мной также да у нас еще будет да я знаю конечно что это еще не время прощаться у нас что будет да загадочник еще у нас будет прохождение а нг плюса таким вот макаром но в общем то то что мы прошли хард это мы уже молодцы на самом деле очень даже большие уже 84 у нас процента но запомним за последнего дают 10 процентов этого политического получается если сейчас мы за одного получим 6 за последнего как раз кида дает 10 процентов соответственно да и не я не знаю сколько тут всего политически заключенного вот вообще потому что как-то я их вообще всегда вот так искал то есть минут на рандоме кто-то не попадались но опять же говорю в этом ничего сложного особо нету в их поиске так все нормально по-моему валют я остался у нас последний политический заключенный сейчас давай сюда посмотрим сколько у нас процентов до 90 за последнего значит нам дают 10 очень сейчас я как раз ки к нему полечу ну как бы как я к нему полечу я сейчас опять же пролечу тут все долечу до промышленного района и он у нас окажется там так что на этом целом я думаю с вами могу уже прощаться ждите от меня риллера всем ребят спасибо на просмотр подписывайтесь ставьте лайки комментируйте вступайте в мою группу вконтакте и и всем на этом до свидания всем пока чтобы если Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...